Очень рада всем, кто заглянул на канал Еда для всей семьи. Всем привет! С вами Елена. Сегодня готовлю филе куриного бедра на луковой подушке с картофелем в духовке. Очень вкусное и интересное блюдо. Курицу замариную. У меня около килограмма филе. Добавляю 1 столовую ложку соли. И хочу сделать немного азиатский вкус у курицы. Поэтому добавляю устричный соус 2 столовые ложки. Также еще буду добавлять приправы для курицы, где-то 1 столовую ложку. И 1 чайную ложечку имбиря. Если вы не любите вот такой азиатский вкус у блюд, можно замариновать по-простому. Добавить пару столовых ложек майонеза, пару столовых ложек кетчупа, соль и немного чеснока. Все приправы, соевый соус нужно равномерно распределить по мясу. Поэтому нужно все хорошо перемешать. Курицу накрываем полиэтиленовой пленкой. Оставляем на кухонном столе минут на 30-40. Еще для этого блюда потребуются 2 большие луковицы. Лук нужно очистить и нарезать, либо как я, перышками, либо полукольцами. Главное, чтобы он был нарезан тонко. Еще нам потребуется для этого блюда около 4 больших картофелин. Их нужно натереть на крупной терке. Собираем блюдо. Распределяем равномерно лук. Его немного нужно присолить. А также слегка сбрызнуть растительным маслом. Ну, где-то одной столовой ложкой. Ну и сверху выкладываем филе. Кстати, у меня на канале уже есть рецепт интересного блюда. Из филе куриного бедра. Вот сейчас ссылку вы видите наверху. Если вдруг вам это блюдо не подходит, можно приготовить то, которое сейчас вы видите. На каждое филе выкладываем горсть натертого картофеля. Картофель также нужно подсолить. И также немножко сбрызнуть растительным маслом. И еще делаю майонезную сеточку. Теперь нужно вот эту форму для запекания, по идее, закрыть фольгой. Но во время съемки выяснилось, что фольга кончилась. Поэтому я буду отправлять наше блюдо выпекаться в разогретую духовку при температуре 160 градусов. И делаю такой хитрый ход. Ставлю лист сверху. Время запекания где-то 40 минут. Через 40 минут достаю, покрываю сыром и еще отправляю на 10 минут в духовку. Прекрасное блюдо, прекрасный ужин готов. Если вам нравится мой рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Я просто не удержалась и съела большой кусок мяса. Даже не показав вам его в разрезе. Это очень вкусно, интересно, сытно и питательно. Всем желаю хорошего настроения, здоровья. Говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.